С нами на связи Олег Дунда, глава межфракционного объединения Верховной Рады Украины за деколонизацию и демонтаж Российской империи. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Приветствую всех. Начнем давайте с украинских детей. Российские оккупанты вывезли около тысячи наших детей с временно оккупированных территорий Херсонщины в Кабардино-Балкарию на, так сказать, оздоровление. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубенец. Ну и это не единичный случай. Ранее глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор сообщал, что захватчики планируют вывезти 750 украинских детей из оккупированной Луганщины в военной лагере в Астраханской области. Ну и причину там тоже нашли лесные пожары. Вот под разными такими предлогами украинских детей увозят за тысячи километров от дома от родителей или опекунов. Вот вопрос, зачем? Есть ли у вас какая-то информация, в каких условиях содержат детей на таком вот отдыхе, если можно так назвать? Чем занимаются там дети? Ну, ключевое в этом фразе это военный лагерь. Для детей и военный лагерь это несовместимые вещи, но тем не менее Москва это активно использует. Ничего нового, кстати, в этом нет. Как правило, такие технологии использовали всегда в истории человечества авторитарные и тоталитарные режимы. Тот же режим фашистской Германии 30-х годов активно использовал детей для идеологической накрутки, идеологической накачки. И СССР, в принципе, этим занимался, потому что нет ничего более слабого, более уязвимого, как дети. И также и существующая Российская империя, она вот, как бы это сказать, она вот в этом идеологическом угаре поднимает этот градус и фактически использует наших детей для того, чтобы, а, во-первых, влиять на оккупированные территории, на население там, показывая, насколько они могут быть подвержены влиянию, насколько они могут быть подвержены давлению, и что дети это фактически, ну, де-факто являются частью вот этой заложнической системы. Это раз. Во-вторых, через детей пытаться продвигать свою идеологическую пропаганду, свой русский мир, свое видение, скажем так, существующее видение мира и положение Российской империи в этом мире. Ничего нового, все тоже. А как они дальше, как наши дети там будут присутствовать, ну, каким образом с ними будут обходиться, ну, это дополнительный вопрос к следствию. Я думаю, каждый, кто участвовал в этом преступлении, безусловно, будет отвечать и сидеть на скамье подсудимой в Гааге, как в свое время, и представители фашистского гитлеровского режима так же само сидели в Нюрнберге. В российском Минобороны продолжаются чистки после небольшой паузы. В этот раз по делу о коррупции задержали бывшего зама Шойгу Дмитрия Булгакова. Он ранее отвечал за вопросы тыла и материально-технического обеспечения вооруженных сил. Это уже пятый генерал и седьмой высокопоставленный чиновник из системы Минобороны России, арестованный за последние четыре месяца. Вот как, по-вашему, что происходит, что таким образом хочет показать Белоусов, экономист Белоусов, я подчеркну, это убирание неудачных, ну, как бы это сказать, нелояльных к Путину генералов, или все-таки это другие цели преследуют Белоусов такими вот чистками в армии? Не надо думать о том, что Белоусов какое-то независимое звено, которое пытается что-то кому-то, чего-то показать. Да ничего не хочет показать. Он является продолжателем идей и указаний и распоряжения непосредственно самого Путина исполнять то, что ему сказано. Сам Белоусов по себе никого посадить не может. У него для этого полномочий, мягко говоря, недостаточно. Сам факт того, что происходит в Минобороне, когда вот происходит эта зачистка, свидетельствует о том, что Российская империя стала абсолютно на военной рельсе. Было де-факто признано о том, что то Министерство обороны, которое строил Шойгу, а до него предыдущие его там министры обороны, оно не удовлетворяет тем требованиям и тому положению вещей, которые от них хочет Путин. А это в первую очередь состояние осажденной крепости, это война без окончания, это враги вокруг и всем нужно собраться, по его мнению, всем нужно собраться и воевать до конца, пока они не упрутся в ломатш. И в данном виде вот то Кодла, вот то вот представитель Минобороны, тот же Булга, который находился во главе Минобороны последние там, по-моему, 10 или 15 лет, признаны неэффективными, признаны людьми, которые не способствуют вот этому направлению, которое себе в Москве определил Путин, войне без конца. И, соответственно, происходит их зачисткой, будут поставлены люди, вот по примеру Белоусова, абсолютные исполнители, которые будут не иметь окончательно никакого сомнения и будут просто исполнять то, что им говорят. То есть убираются всякие люфты в системе абсолютно, зажимаются гайки до конца, до бесконечной войны. Но это, кстати, не отменяет того, что различные силы, которые находятся в Москве, не попытаются воспользоваться этим, для того, чтобы не отобрать денежные потоки в Министерство обороны, потому что это является и будет наибольшей казной в Российской империи. Кстати, напомню, что у этого господина Булгака, который в свою очередь тоже когда-нибудь сядет на скобью под судимого Ааги, был коммерческий конфликт с тем же Пригожиным. То есть победа над Пригожиным ничем Булгаку не помогла, и он закончит, скорее, свои жизни так же само, как и Пригожи. Вот смотрите, Шойгу, ну, по крайней мере, в информационное пространство никогда такого не выносилось, чтобы Шойгу звонил главе Пентагона. А вот тут такая история. Нынешний министр обороны Белоусов позвонил как раз Лойду Остину, и речь шла о том, о жалобах на Украину. Мол, тайная операция против России, об этом пишет New York Times, ссылаясь на чиновников США. Ну, будем основываться на этих данных, и якобы вот эта вот спецоперация против России была согласована с Вашингтоном, только вот в Пентагоне ничего об этом не знали, и таких планов Киева не в курсе, мягко говоря, удивлены изложенной Белоусовым информацией. Так вот, ну, во-первых, что это было? Может быть, у вас есть какая-то информация? Во-вторых, слышал такое мнение, что Белоусова вот как бы прочат в такие, знаете, контактеры, предполагая некие мирные соглашения с Соединенными Штатами, с оборонным ведомством. Вот как вы к такому мнению относитесь? Как я с самого начала сказал, Белоусов – это простой исполнитель. Никакого контактера, никаких возможностей для нахождения каких-то точек взаимоприкосновения, взаимодоваренности у него быть в принципе не может быть. Ему скажут воевать, он будет воевать. Ему скажут сидеть ровно на стуле, он будет ровно сидеть на стуле. Ничего больше он фактически не претендует. То, что произошло с этим разговором, свидетельствует о крайне слабой позиции России. То есть, если дошло до того, что Белусов вынужден звонить в США для того, чтобы противодействовать операции Украине, говорит о том, что у Российской империи вообще нет сил его противодействовать. Ну, кто бы в трезвом уме позвонил бы и это признал. Это очередной свидетель слабости, потому что по-другому отразить этот удар, о котором мы, кстати, не будем говорить, потому что это есть государственная тайна, и мы не будем разрушать это публично. Говорит о том, что никаких сил противодействия это нет. И этот звонок в Пентагон, это такой себе звонок последней надежды, я так бы сказал. Но хочу заверить и наших зрителей, и человека, сидящего на должном в кресле министра обороны Российской империи, что долго это продолжаться не будет. У Украины постепенно развивается ВПК, у нас появляются свои ракеты и свои возможности, и рано или поздно нам для того, чтобы нанести тот удар, которого они так боятся, и вынуждены звонить в Вашингтон, нам согласия с Соединенных Штатов будет не нужно. Более того, после выборов, скорее всего, с учетом того, что старая политическая элита времен Холодной войны потихонечку уходит на пенсию, после выборов, я думаю, что таких запретов уже по отношению к Украине у Соединенных Штатов не будет. Давайте далее поговорим по поводу уже тех ударов, которые сейчас наносятся. Вот, к примеру, в ночь на 28 июля украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Курской области, там горело три резервуара с топливом. За день до этого был поражен НПЗ в Рязани. Вот много в последнее время таких вот случаев. А насколько ощутимы для России, для экономики, для граждан вот такие удары по НПЗ и нефтебазам? И какие могут быть последствия, если такие атаки продолжатся? Последствия реакции мы с вами видели. Это запрет практически на экспорт в свое время, запрет на экспорт нефтепродуктов из Российской империи. И это является следствием этих ударов. Поменяют ли кардинально ситуацию на поле боя и вообще экономическое положение Российской империи? Вот эти вот удары? Навряд ли. Потому что НПЗ находится по всей территории Российской империи. И для того, чтобы там добить до Дальнего Востока, нам нужны все-таки дроны побольше. Это не говорит, что их не будет. Они будут. Но для этого нужно определенное время. Плюс еще нужно учитывать, что есть Беларусь, которая имеет два своих НПЗ, и которые смогут закрывать в какой-то мере дефицит Российской империи в нефтепродуктах, по которым мы пока еще не бьем. Плюс есть Казахстан, плюс есть Китай, который по различным довальческим схемам готовы будут участвовать в производстве нефтепродуктов. Поэтому окончательно закрыть для них производство нефтепродуктов будет весьма сложно. Более перспективный момент, рано или поздно мы к этому придем, это сеть нефтемагистралей по всей Российской империи, которые контролировать и защищать весьма сложно, но которые достаточно уязвимы к тем или иным ударам. Эти нефтемагистрали нефтепродуктов и непосредственно сырой нефти являются тем звеном, который фактически наполняет бюджет и Российской армии, да и вообще бюджет Российской империи как таковое. И это мы увидим, я думаю, в ближайшие полгода. И вот это действительно потихоньку окончательно начнет затягивать удавку на шее Российской империи, на экономической шее Российской империи. Ну и плюс немаловажный фактор, экономический фактор, это то, что мы надеемся, что мы придем к тому, когда после выборов все-таки Соединенные Штаты откроют так называемый вентиль, начнут бурить скважины и обрушат цены на нефть. Это будет большим содействием в нашей совместной победе. Относительно следующих ударов, все-таки у нас есть надежда, она пока не умерла, и дай бог, до конца года она сбудется, что все-таки в Российской империи появится второй Пригожин, и который начнет более активные действия против существующих российских элит во всех городах, начиная от Владивостока и заканчивая Калининградом, а не вот это отхождение по елочкам, которые мы видели. И вот это тоже будет весьма существенный шаг к поражению Российской империи. По поводу Курска еще хочу спросить. Во время прямого эфира, на котором местные жители задавали вопросы властям, одна из жительниц пожаловалась на плохое состояние бомбоубежищ, и что во время ракетной опасности им некуда спрятаться. И на этом мэр города ответил, что в Курске есть более двух с половиной тысяч углублений, вот куда можно спрятаться во время обстрелов, ну а заняться обустройством бомбоубежища можно самостоятельно, вот субботники, мол, никто не отменял. Как вам такой вот ответ на третьем году войны? То есть, получается, спасение утопающих дело рук самих утопающих? Ну, это парафраз, пьяного медведева денег нет, но вы держитесь. Фактически, это экономическая политика империи, когда все деньги ради войны, все деньги в Москву, все деньги в центральный бюджет, ну а регионы, вы как-то там держитесь, это ваши проблемы, найдете деньги, молодцы. А, даже если найдете деньги, мы, наверное, часть у вас еще и заберем, к тому же, если вы нашли, если мы не до конца дограбили вас. А не найдете деньги, ну, мы вас за это еще накажем, того же мэра Курска. Абсолютно имперская политика, когда из региона все деньги выкачутся в центр, и мэр Курска в очередной раз это подтвердил. Более того, это еще факт того, что любая должность в Российской империи, она не зависит от горожан, она не зависит от населения, никто там никого не выбирает, соответственно, никому не нужно проводить агитационную кампанию, либо помогать. Каждая, судьба каждого мэра, того же Курска или губернатора, она зависит от одного лица, от так называемого царя, который сидит в Москве. То есть, фактически, мэр Курска, сам того не ведая, проболтался о государственной политике Российской империи. Ну, в принципе, повторился в каком-то виде и медведев. Ну, и тех, кто в Белгородской области тоже заявляет местным жителям, что, мол, сами себе и... Это везде. Это везде такое. Начиная от Владивостока и заканчивая там Курганом, Петрозаводском. Ну, если выехать за пределы там Када, то это совершенно другая Россия, не то, как себе представляют пропагандисты, сидящие в районе Садового кольца. Ну, вот еще один случай. В Челябинской области прорвало дамбу на Киолимском водохранилище. И в Карабашском городском округе объявлен даже режим чрезвычайной ситуации. Несколько километров автомобильной трассы МИАС, Карабаш, Кыштым оказались под водой. В зоне подтопления пять сел. Местные жители выложили в сеть видео, как они спасаются от воды на чердаках и крышах своих домов. Ну, этот прорыв, как говорят в МЧС, случился из-за обильных дождей. Ну, вот прорыв дамбы в Оренбурге так ничему и не научил. Ну, когда же именно россияне поймут, что нужно заставить правительство тратить деньги на благосостояние граждан России, на дамбы, на ЖКХ, на укрытие бомбоубежища, а не на войну с соседями? Ну, ничего нового. Все та же картинка. Шойгу в это время сидит, по-моему, в совбезе, вместо того, чтобы заниматься своим любимым делом, пилять деньги на устранение последствий чрезвычайных катастроф, которые у них было. Ну, кстати, это достаточно интересная картина. Это подтверждает то, что уже многие эксперты говорят о том, что так называемый имперский народ, представители Российской империи, у них степень, или, скажем так, восприятие мира достаточно специфичное. Она такая вот, я бы сказал, стоевая. Ну, кто-то из представителей говорит, когда мы с ними обсуждаем, что она не стоевая, она более такая лагерная. То есть, по принципу не того, что население представителей этого лагеря имеет какое-то право, имеет какой-то голос, они все, они более поддерживают того, кто является, по их точке зрения, сильным сегодня, здесь и сейчас. Они поддерживают того, который может, я извиняюсь, их нагнуть, который может их заставить, который может их принудить к проявлению каких-то действий и фактически повиновению. И тот, кто будет силен здесь и сейчас, им будет признаваться властью, независимо от того, в каком кресле этот человек сидит и вообще ли он сидит. Вот в этом плане достаточно интересная история была год назад с Пригожим, где весь Ростов, который за неделю до этого являлся таким пропутинским городом, конкретно в тот момент признал, что Пригожин является силой и радостно его приветствовал цветами, шариками, аплодисментами. И вот это проявление мышления, проявление ментальности населения в Российской империи. А вот эти вот экономические проблемы, проблемы с дамбами никак на это не повлияют. Более того, есть там такой нюанс о том, что когда они видят очередного такого властолюбителя, видят его там в Геленджике дворцы, они считают, что он право имеет, потому что он царь. И дамбы, к сожалению, никак на это не повлияют. К сожалению, наше время эфирное заканчивается. Олег Дунда, глава межфракционного объединения Верховной Рады Украины за деколонизацию и демонтаж Российской империи, был с нами на связи. Спасибо вам большое.